В ночь на 1 мая 1945-го разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на купол Рейхстага красный штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Это не единственное знамя, которое поднималось над зданием в последние дни берлинской операции. Но именно его водружение стало символом победоносного окончания тяжелейших боев за немецкую столицу. О том, как всё было в такой же день, ровно 75 лет назад, шеф нашего берлинского бюро Михаил Антонов. Мост Мольтке – одно из немногих архитектурных сооружений в центре Берлина, которое пережило войну. Немцы пытались его взорвать, но у них не получилось. На этом мосту в ночь на 29 апреля и начался тот самый последний бой, который завершится только на четвёртые сутки в Рейхстаге. На острие 3-й ударной армии 150-й и 171-й стрелковые дивизии. Два батальона, которыми командовали капитан Неустроев и старший лейтенант Самсонов, берут мост и завязывают бой в дипломатическом квартале. От него уцелела часть швейцарского посольства. А также в штаб-квартире гестапо, которую немцы превратили в мощный узел обороны. Дом Гиммлера, как его называли наши солдаты, зачищен к утру 30 апреля. До Рейхстага 300 метров через Кёнигсплац. Тогда всё пространство здесь было утыкано огневыми точками, артиллерийскими позициями. Его пересекали траншеи полного профиля, отвалы земли и ров, отстроящийся открытым способом ветки метро. Численность обороняющихся неизвестна, до 5000 человек. Идейные нацисты со всей Европы. Гарнизон был разношерстным. Представители НСДАП и смежных партийных структур, полиция, пожарные, все, кого можно было объединить в вооружённое формирование. Нацисты бились тем оружием, которое у них оставалось, но делали это до последнего патрона. Соединения ВАФНСС из Франции, Бельгии, Дании, Норвегии добровольно оказывали Красной Армии сопротивление. Они были правыми фанатиками, антикоммунистами. Утром 30-го начинается первая атака. Штурмовые отряды преодолели часть площади, но вынуждены залечь под огнём. Наши пушки и самоходки бьют прямой наводкой по окнам Рейхстага, заложенным кирпичом. Вышибают парадную дверь. Небольшая группа солдат врывается в здание, и на Рейхстаге появляется первое красное знамя. Бойцы Ерёмин и Савенко привязали его к колонне у входа. В каждой дивизии, каждой армии, которая принимала участие в боях за Берлин, было официальное штурмовое знамя. Любое могло стать знаменем победы. Теперь мы знаем, что эта честь выпала 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии. Тем не менее, в различных источниках содержатся разные данные о том, кто и где был первым со своим красным флагом. Часто самодельным. Ряд историков утверждает, что раньше других на крышу Рейхстага с флагом поднялись бойцы 150-й дивизии лейтенант Кашкарбаев, старший сержант Проваторов и рядовой Булатов. Они прикрепили своё знамя к скульптуре над центральным фронтоном. После чего с горсткой бойцов, проникших в Рейхстаг, 8 часов отбивались от немцев, которые смогли отсечь подкрепление и снова забаррикадировали главный вход. Вечером 30 апреля после арт-налёта следует решающий штурм силами батальонов Неустроева и Самсонова, которые и начинали на мосту Мольтке. Идёт не просто бой, бой внутри горящего здания. Вот как мне запомнилось с самого детства, отец говорит, не только за какую-то комнату воевать, за каждую ступеньку. То есть ступенька переходила от врага, то есть к нашим бойцам и обратно. И в условиях, конечно, вот этого пожара, пожар образовался из-за того, что фашисты уже внутри здания стали применять фаустпатроны. Это очень и задымлённость большая была, и пожар очень сильный. Отец тоже обгорел, у него обгорели руки и лицо. Под прикрытием роты автоматчиков старшего сержанта Сьянова по горящим коридорам и лестницам на крышу Рейхстага пробираются разведчики. Михаил Егоров и Мелитон Контария. Главный в группе замполит из батальона Неустроева Алексей Берест. С ними то самое знамя, копию которого теперь выносят на парад победы. По московскому времени это уже 1 мая. В темноте Егоров и Контария устанавливают знамя на восточном фасаде Рейхстага. Они прикручивают его к конной статуе кайзера Вильгельма. От неё остался постамент. После этого возвращаются в штаб полка доложить об исполнении. Командир, полковник Зинченко, объясняет им, что знамя должно быть не на Рейхстаге, а над ним. Задание довыполнить. Купол Рейхстага на тот момент неустойчивая конструкция из искорёженного железа и битого стекла. Подняться на вершину это полдела. Надо ещё спуститься. Военный корреспондент Лазарь Маграчёв описывал так, что когда они спустились вниз, у них изо рта, из ушей, из носа от давления текла кровь, а руки одного и второго представляли собой просто кровавое месиво. После войны предлагалась им лёгкая шлифовочная операция, такая косметическая. Не сговариваясь, и отец, и мелитон сказали, что нет, мы этого делать не будем. Для нас это как бы сувенир о том, что мы там были. Пять человек представлены к званию Героя Советского Союза за штурм Рейхстага. Комбаты Неустроев и Самсонов, командир особо отличившейся роты Сьянов, разведчики Егоров и Контария. Мой дед говорил, штурмовали Рейхстаг и подрузили знамя победы над Рейхстагом. Весь советский народ. На самом деле это действительно так. И сегодня, наверное, будет правильным помянуть, вспомнить тех людей, которые не дошли, которые ценой своей жизни приближали этот день. Перенос знамени на купол Рейхстага по времени совпал с капитуляцией берлинского гарнизона. Комбат Неустроев, его замполит Берест и переводчик Прыгунов втроем спустились в подвал Рейхстага и убедили загнанных туда нацистов около ста человек сдаться. Берлинская наступательная операция была завершена. Война почти закончена. Печально, но неизбежно. Это первый юбилей победы, который будет отмечаться без участников штурма Рейхстага. Все ушли. Остались боевые ордена и фотографии их молодых лиц. На вечное хранение и память. Михаил Антонов, Александр Коростелев, Олег Дубинин и Андрей Пута. Вести Берлин, Германия.